Когда мне предложили выступить на этом ивенте и рассказать про транспорт, вообще выступить, и мне сказали, что тема будет город, я попыталась уложить в иерархической последовательности те ассоциации, которые обычно возникают у людей, когда говорят слово город. В первую очередь, лично для меня это так, в первую очередь, когда говорится город, возникает представление домов, кварталов и так далее, то есть улиц. Второе, это люди, которые ходят туда-сюда, отдельные люди, которые где-то стоят, встречаются и так далее. Третье, для меня лично, это транспорт, и не потому, что я уже будет скоро год, как работаю в этой сфере, просто действительно очень большую часть нашего времени, какую-то часть нашей жизни мы тратим именно на транспорт. И именно по роду своей деятельности зачастую я встречаюсь с теми, скажем так, с той ассоциацией, которая возникает у моих друзей, у моих знакомых, когда им говорится про бакинский транспорт. Я думаю, что многие из вас, если я спрошу бакинский транспорт, с чем это у вас ассоциируется, в первую очередь, наверное, скажут пробки. Ну, то есть приведут как бы характерную черту. Но я бы хотела отметить, что, допустим, сравним Москву, где тоже зачастую бывают пробки по несколько часов, то есть делая какие-то сравнения или какой-либо другой город, мы можем сказать, что это не является характерной чертой, присущей только для Баку. Возьмем второй пункт. Обычно после этого идет некомпетентность водителей, а также несоблюдение правил дорожного движения. Опять-таки я как-то имела возможность наблюдать за работой транспорта в Шанхай. Я вам скажу, что нашим, скажем так, автошам следует позавидовать хаосе, который творится в городе. Третий пункт, наверное, это, скорее всего, будет такой прижившееся нам слово бас-а-бас или же переполненные автобусы. Опять-таки, сравнивая, допустим, ту же систему Китая, Индии, даже в Корее зачастую, я могу сказать, что это тоже не является какой-то особой отличительной чертой бакинского транспорта. Перейдем на то, что одним из моментов называют серость транспорта, загрязненность транспорта. Окей, я думаю, всем очень известно, в каком состоянии находится метро, допустим, в Бруклине, Нью-Йоркское метро, или же насколько серым выглядит, может даже многие из вас пользовались, насколько серым выглядит парижское метро. И, значит, и один момент тоже, когда говорят Баку, бакинский транспорт, отмечается тот факт, что у нас транспорт, наземный транспорт, общественный транспорт одного вида. То есть мы исключаем такси, у нас остаются автобусы, и как таковой у нас нет трамваев, у нас нет троллейбусов. То есть единственный вид наземного транспорта. Опять-таки, есть страны, допустим, Камбоджия, у меня как-то тоже имела возможность поинтересоваться их транспортной системой, у них вообще нет общественного транспорта. Почему? Потому что они, то есть им это и не нужно, они не понимают, как можно пользоваться с общественным транспортом, садиться в автобус с кем-то вместе и ехать куда-то в каком-то направлении. Потому что те, у кого есть какая-то возможность, они покупают автомобили, те, у кого нет этой возможности, они приобретают скутеры, мотоциклы, ездят на велосипедах и так далее. То есть и это их вполне устраивает. Нет необходимости создавать какую-то там отдельную систему. В Индии Рикше, кстати. Лично для меня самой, если бы, может быть, лет пять тому назад или шесть тому назад спросили бы, что для тебя есть транспорт и какие у тебя с этим ассоциации возникают, я бы сказала бы это, то есть я бы просто попыталась бы описать мою ассоциацию с транспортом. Это когда у меня в одной руке папка, в другой руке сумка. Я еду в университет вот в таком состоянии, просто потому, что негде двинуться. Это когда огромное количество народа вокруг. И просто сидишь и машинально ни о чем больше не думаешь, ни о чем не обращаешь внимания. Просто думаешь, что вовремя доехать бы в девять часов в университет, чтобы не опоздать, не получить лишний МБ. Но, опять-таки, повторюсь, уже скоро будет год, как я работаю в этой сфере. И я стала замечать, что все-таки транспорт — это не то, что я перечислила до этого. То есть его для меня лично транспорт, я его как бы могу поделить, это какое-то явление, которое состоит из двух частей. То есть статическое какое-то, неизменное, и что-то постоянно меняющееся. Что я имею в виду, допустим, под неизменным? Под неизменным — это те же дороги, тоже часть транспорта, инфраструктура. Это выход из метро. То есть я не могу выйти из дома и, сделав так, чтобы у меня здесь, прямо около дома, появился выход из метро. Я не могу сделать так, чтобы, допустим, если дорога идёт и где-то заворачивает налево, впереди стоит парк, чтобы просто проехать через этот парк на автобусе и попасть на другую параллельную улицу. То есть есть какие-то что-то такое в транспорте, что остаётся неизменным. В то же время есть что-то такое, что действительно как-то влияет на него. В частности, в Баку, я думаю, все тоже с этим сталкивались. Я могу выйти и по какой-то там особой причине остановить транспорт вне остановки. Тем самым я влияю на него. Я могу зайти в автобус, я могу начать разговор с водителем, поговорить о том, о сём, спросить у него дорогу. Может быть, поругаться с ним по какому-то поводу. Это тоже будет какое-то влияние на него, которое, может быть, после этого будет либо положительно вести дальше, соблюдая все правила, либо, наоборот, разозлиться и будет на каждом шагу нарушать правила и так далее. Это влияние, когда я останавливаю свой автомобиль в месте, где жирная жёлтая полоса и знак, допустим, запрета парковки. Или же на какой-то обочине. То есть, будь моя возможность, я бы, может быть, даже попросила бы припарковать автомобиль где-то близко к моему там лестничному перелёту или там. То есть, две как бы составные части транспорта. В целом, я бы сказала бы, что транспорт — это жизнь. Почему? Не потому, что я работаю в этой сфере, нет. Не потому, что транспорт — это что-то, посредством чего мы ездим на работу, зарабатываем деньги и тем самым проживаем, да, живём. Это не то, посредством чего, допустим, мы ездим в университет, получаем образование и затем за счёт этого образования делаем какую-то успешную карьеру, опять-таки, устанавливаемся как личность в жизни. Транспорт — это что-то такое, что влияет на нашу жизнь. То есть, как, допустим, для меня транспорт — это когда я выхожу из дома, сажусь в автобус и просто из-за того, что там... Или сажусь в машину, допустим, еду, и просто из-за того, что там какая-то хорошая песня, которая мне очень нравится и которая мне поднимает настроение, потом весь день у меня удаётся. Я приезжаю домой, я захожу в интернет, ищу ту самую песню, слова которой я запомнила, но я не знаю её, допустим, автора, и просто я услышала её, и я это ищу, я нахожу. Транспорт для меня — это когда машина останавливается на светофоре, у меня очень много дел, я думаю о работе, о какие-то проблемы. В этот момент рядом останавливается вторая машина, где, допустим, с переднего сидения на меня в таком состоянии выглядывает какая-то собачка. Транспорт для меня — это когда двое садятся в автобус из разных дверей, и потом по какому-то стечению обстоятельств ходят вместе, идут вместе в одном направлении. Или же наоборот, когда заходят вместе, а потом в результате какой-то ссоры или чего-то расходятся, как, скажем так, в море корабли. Транспорт для меня — это когда я резко вдруг очнулась от того, вот что меня понесло вперед ударом. И я в этот момент думаю, как хорошо, что у меня есть ремень безопасности, что я его застегнула. И в тот же момент я с такими шарами смотрю на человека, которого я знаю 20 лет, на папу или на дядю, который ругается всеми нецензурными словами, потому что какой-то там водитель резко выскочил из прилегающей улицы. То есть транспорт дает нам эмоции, транспорт дает нам какие-то ощущения, связанные с ним, он дает нам какую-то практику, может быть, мы что-то берем оттуда, мы что-то приобретаем, какие-то знания, которые, может быть, когда-то в жизни мы используем. Транспорт дает нам возможность увидеть рождение, когда зачастую в самолете, допустим, рождается ребенок при условиях, далеко не приемлемых для этого. И, кстати, недавно я натолкнулась на такую вот статистику, когда сделали небольшие вычисления, пришли к выводу, что люди обычно в транспорте проводят от 10 до 15% своей жизни. И это был очень простой расчет, просто вычислили, допустим, в течение дня, сколько тратится на транспорт, умножается там на периоды жизни, допустим, в школьные годы я особо не пользуюсь, затем, там, допустим, университетские годы, когда зачастую это бывает, и так далее. То есть, и я сама тоже, в принципе, сделала подсчет, я увидела, что у меня на транспорт уходит 12% моей жизни. То есть, фактически, какую-то часть своей жизни я живу именно в транспорте, я живу в этих пробках, я живу, ожидая возгорания зеленого света светофора. То есть, учитывая это, я думаю, что, опять-таки, со своей точки зрения, я могу сказать, что транспорт — это жизнь. В принципе, всё.